Сегодня мы поговорим про Геленджик и про его хозяина. Не про мэра города, не про старых друзей президента и даже не про самого Владимира Путина. Этому человеку принадлежит целая империя. Дома, коттеджные поселки, пятизвездочный отель, виноградники и даже гольф-клуб. Это фильм про Геленджик, про крестного отца города-курорта и его владения. Ровно год назад вышло первое видео Алексея Навального про попытку его отравления новичком. Тогда мы узнали про комичного ФСБшника Александрова, который всюду включал свой телефон и тем самым помог расследовать отравление Алексея. Тогда же многие из нас впервые увидели вот это видео. Разрешите приступить к уничтожению? Разрешаю. Это Путин приказывает уничтожить остатки химического оружия. Навальный вставил этот фрагмент в свой ролик и обыграл как шутку. Но мы уже тогда задумались, а не выпустить ли нам фильм про вот этого человека. Его зовут Денис Мантуров. Он министр промышленности и торговли России. Химическое разоружение – это компетенция его министерства. Вот он отчитывается перед организацией по запрещению химического оружия в 2019 году. 27 сентября 2017 года были уничтожены все запасы химического оружия, которые составляли беспрецедентный объем 40 тысяч тонн отравляющих веществ. Вы обратили внимание, что Мантуров даже разговаривает как настоящий злодей? Этакий Дон Витте Корлеоне в современной интерпретации. Прежде чем мы разовьем эту мысль, мне придется коротко напомнить вам некоторые детали шпионской эпопеи Навального с новичком. В России никто и не надеялся на расследование о попытке отравления политика. Нам оставалось лишь следить за реакцией властей, митингами и разгромом всех структур Навального. В Мосгорсуде сейчас рассматривается иск прокуратуры о признании фонда Навального и его штабов экстремистскими. Компании Google и App Store выполнили требования Роскомнадзора и прокуратуры России и удалили из мобильных версий магазинов приложение Навальный. Что нас так беспокоит в отношении оппозиции, что вы всех их отправляете в тюрьму? Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме. Параллельно шла история с уголовным делом против Любови Соболь, которая якобы вломилась в квартиру одного из членов команды отравителей. Тогда же выяснилось, что после миссии по отравлению Навального, теща одного из отравителей купила квартиру за 7,5 миллионов рублей. 7,5 миллионов рублей – это несерьезно. В этой истории кто-то, несомненно, должен получать больше щитрот от Владимира Путина. И такой человек есть – это Денис Мантуров. Он не мог не знать о том, что опаснейший в мире яд Россия не только не уничтожила, но ученые из ФСБ продолжали дорабатывать это оружие. После возвращения Навального в Россию и его ареста сторонники Алексея опубликовали фильм про дворец Владимира Путина под Геленджиком. Помимо Дворца Президента в этом маленьком курортном городке также находится резиденция его бывшего зятя Николая Шамалова, его кошелька Юрия Ковальчука, патриарха Кирилла и многих других. О всех них мы рассказываем в нашем расследовании «Пираты церковного озера». Но Денис Мантуров решил одной резиденцией не ограничиваться. Здесь ему принадлежит практически все. Денис Мантуров родился в холодном Мурманске, но суровый северный климат ему не подошел. И позже он перебрался на побережье Черного моря в Геленджик. С 1993 по 2007 год был связан с оборонной промышленностью, занимался экспортом вертолетов. С 2012 года возглавил Минпромторг. Мать Дениса Мантурова, Тамара, скорее всего, является главным держателем активов сына. Отец министра тоже был непростым человеком. С 60-х годов прошлого века до конца 90-х Валентин Мантуров работал на госслужбе. Сначала возглавлял Мурманский горосполком, затем был послом, затем начальником Международного управления Госкомитета РФ по туризму. В 2019 году Валентин Мантуров умер. Почти в каждом интервью Денис Мантуров говорит о медицине. Он либо сам решает поднять эту важную и актуальную тему, либо его к этому приводит интервьюер. Похоже, что это тоже не случайность. Ведь жена министра, Наталья Мантурова, главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава, доктор медицинских наук. Форбс считает Дениса Мантурова самым богатым министром страны. Чем дольше он занимает эту должность, тем стремительнее растет его доход. Что тут можно сказать зарабатывает министр промышленности в промышленных масштабах? Так что ничего личного, Сонни. Только бизнес. В 2010 году он был заместителем министра. За этот год Мантуров заработал 90 миллионов рублей. Спустя год чиновник задекларировал чуть меньше, 72 миллиона. Год за годом доходы министра растут. В 2018 году Мантуров задекларировал 443 миллиона рублей дохода. В 2019 году 589 миллионов рублей. В 2020 году Нинис Мантуров задекларировал почти на 30% больше, чем за предшествующий год. 740 миллионов рублей. Это почти 58 тысяч минимальных размеров оплаты труда в России в 2021 году. О том, что Мантуров регулярно бывает в Геленджике и даже отчитывает местные власти как собственных придворных, часто пишут местные жители. Геленджик. Нас посетил Мантуров. Вчера отметил свой день рождения, а сегодня обходит свои владения, тыча пальчиком в сторону пока еще чужой собственности. Общение с мэром Хрестиным и губернатором Кондратьевым прошло с использованием универсальной лексики. Нужно было видеть их лица. То, что министр промышленности влияет на образ Геленджика, ни для кого не секрет. Он же бенефициар нового генерального плана города, против которого протестуют местные жители. Геленджик, как мы уже говорили, интересует Дениса Мантурова не случайно. Давайте посмотрим на владения, которые связывают с министром и его семьей. Это территория бывшего пансионата Приморья. Теперь здесь пятизвездочный отель с таким же названием. Давайте на него взглянем с воздуха. Журналисты утверждают, что отель Приморья связан с семьей Дениса Мантурова. Формально принадлежит пятизвездочный отель Приморья Федерации профсоюзов России. Профсоюзы являются учредителями по данным Росстата, но 100% акций пансионата Приморья принадлежит компании финансовые системы. Генеральный директор финансовых систем Евгений Максимов. По данным ведомостей, он когда-то работал с Мантуровым на Улан-Уденском авиационном заводе. Финансовые системы были реорганизованы в прошлом году. Вот выписка из реестра на старое юрлицо. Адрес тот же, что и сейчас, а вот НН другой. Гендиректор снова Евгений Максимов. А вот учредители. Мать министра Тамара Мантурова, а до нее учредителем был отец чиновника Валентин Мантуров. Конечные владельцы Тамара Мантурова и Станислав Чемезов, сын сослуживца и друга Владимира Путина, главы Ростеха Сергея Чемезова, в структурах которого в 2000-х годах трудился Денис Мантуров. Вернемся к акционерному обществу Пансионат Приморья. Вот бывшая дочерняя компания этой фирмы, Приморья Косметология. Директор и единственный владелец этой фирмы некий Виктор Киселев, а до него учредителем этой фирмы помимо акционерного общества Пансионат Приморья была Наталья Мантурова, жена министра. Кстати, это клиника Лансет. Она находится на территории пятизвездочного отеля. Это филиал фонда развития медицинских технологий, единственным владельцем которого является Наталья Мантурова. Все лежит на поверхности. Но это не мешает жене Дениса Мантурова отрицать свое отношение к элитным объектам. Вы жена министра промышленности. Клиника Лансет принадлежит вам, и Пансионат Приморья аффилирован с семьей вашей. Как вы это можете прокомментировать? Я это никак даже комментировать не буду, потому что это было бы прекрасно, если бы это было так. Это не так, конечно не так. Вообще Мантуров очень любит роскошь и сам останавливается в пятизвездочных отелях. Пару лет назад Transparency International выяснили, что во время своей заграничной командировки министр промышленности снял номер почти за полтора миллиона рублей. Сам же Мантуров тогда поспешил всех заверить, что это была вынужденная мера, потому что только номер президент класса оказался свободен во время его командировки. Пятизвездочный отель, клиника, пластической хирургии – этого более чем достаточно для достойной жизни, скажете вы. Но это, смотря что считать достойным. Семья Дениса Мантурова буквально оккупировала Геленджик. И аппетиты ее только растут. Снова территория бывшего пансионата – пансионата Геленджик. Судя по космоснимкам, 10 лет назад пансионат снесли и на его месте начали расти таунхаусы – частные дома на несколько хозяев с отдельными входами. Называется это теперь жилой комплекс Феллини. В 2006 году эта земля принадлежала акционерному обществу «Санаторий Геленджик». Учредители – снова профсоюзы, а директор – Виктор Киселев. Сейчас АО «Санаторий Геленджик» находится в стадии ликвидации. Держателем реестра акционеров этой фирмы была независимая регистрационная компания «Рост», единственным владельцем которой раньше являлся олигарх Роман Абрамович. Один из учредителей компании «Санаторий Геленджик» – акционерное общество «Жемчужина». В октябре 2016 года земля под будущим ЖК Феллини перешла этой самой «Жемчужине», которая, в свою очередь, принадлежит уже ранее упомянутым финансовым системам. Круг замкнулся. Двухкомнатные апартаменты в ЖК Феллини стоят порядка 30 миллионов рублей. Таких квартир здесь достаточно. Площадь территории – более двух гектаров. Только кадастровая стоимость земельного участка под этими коттеджами – около 190 миллионов рублей. Сейчас это все принадлежит частным лицам. Дениса Мантурова среди них нет, но мы знаем, где он поселился. При первом рассмотрении может показаться, что федеральные вип-персоны в Геленджике очень любят пансионаты. Большинство известных имений друзей Владимира Путина – это либо захваченные советские пансионаты и базы отдыха, как в случае Николая Шамалова, либо построенные с нуля дачи под видом пансионатов, как в случае Юрия Ковальчука или же самого президента. Объяснить этот бюрократический маневр легко. Земли под этими резиденциями предназначены для строительства туристической инфраструктуры, но никак не для частной жилой застройки. Через дорогу от ЖК Феллини между этим коттеджным поселком и пятизвездочным отелем Приморье есть еще один элитный объект. По данным издания «Собеседник», формально эта территория называется апартамент-отель «Зеленый театр». Но фактически никакого отеля здесь нет и остановиться на отдых в «Зеленом театре» у вас не получится. У отеля нет даже сайта. По примеру друзей Владимира Путина, владельцы этих коттеджей решили прикрыться от возникающих к ним вопросов. Что же за звезды живут в «Зеленом театре»? Во главе поселка – огромный дом Дениса Мантурова. Ему принадлежит здесь три земельных участка, общей площадью почти в гектар. Самый большой из этих участков попал в собственность ПАО «Пансионат Приморья» в 2009 году и принадлежал ему последующие пять лет. Затем участок перешел в собственность отца министра, а после его смерти – матери Дениса Мантурова. С марта 2020 года этим участком министр промышленности владеет лично. Еще один участок достался Мантурову по той же схеме – от родителей. Второй по величине участок министра, как указано в выписке из Росреестра, в 2014-2016 годах находился в муниципальной собственности, а затем через мать отца перекочевал в собственность Дениса Мантурова. Подробнее стоит остановиться на соседях министра промышленности. Этот участок принадлежит отцу главы администрации президента России Эдуарду Карловичу Войну. Сейчас он занимает должности члена Бюро управления Союза машиностроителей России и члена Совета директоров Автоваза. Понять, как он тут оказался, легко. 32% Автоваза принадлежат госкорпорации Ростех, председателем наблюдательного совета которой Денис Мантуров является с 2012 года. Этот участок принадлежит депутату Госдумы от Татарстана Альфие Кагогиной. Ее муж Сергей Кагогин – генеральный директор КАМАЗа, который тоже принадлежит Ростеху. Это участок Ольги Хромченко. Ее в СМИ называют любовницей главы министра финансов Антона Силуанова. Он состоит на наблюдательном совете Ростеха, который возглавляет Денис Мантуров. А этот дом принадлежит предполагаемой сестре главы Ростеха Сергея Чемизова – Елене Серовой. А вот, кстати, дом его бывшей жены. Это участок главы компании НПП «Этелма» Леонида Сокулина. Фирма занимается разработкой и производством автокомпонентов. И вот сюрприз – тесно сотрудничает с Ростехом. Вот эта вилла раньше принадлежала фармакологическому магнату Виктору Харитонину. В этом году он занял 45 место в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes. Виктор Харитонин возглавляет компанию MedInvest Group. Среди партнеров этой фирмы, разумеется, есть Ростех. Сейчас, правда, этот участок принадлежит московской фирме – Center Consult. Но бизнесмен продал этой компании свой участок спустя 10 месяцев с момента приобретения. Высока вероятность, что сделка была фиктивной. Это вилла Феликса Евтушенкова, председателя совета директоров компании «Мобильные телесистемы» МТС. Отец и сын Евтушенковы в этом году попали на пятое место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes. Это не полный список тех, кто поселился по соседству с министром. Но этого перечня вполне достаточно, чтобы констатировать факт. Денис Мантуров и Сергей Чемизов построили коттеджный поселок для своих друзей под видом апартамент-отеля. Гольф. Лучший способ испортить хорошую прогулку. Это сказал Уинстон Черчилль. А я говорю, в этом мире выживает сильнейший, и клыки у меня побольше, чем у вас обоих. В 2018 году некий Сергей Маслов открыл в Геленджике акционерное общество – Академия конного спорта. Адрес у юрлица тот же, что и у пансионата Приморья. С 6 апреля Академия конного спорта находится в стадии ликвидации. Сергей Маслов – бывший глава Федерации конного спорта России. Еще у него была фирма Корпорация развития. В 2016 году силовики задержали Маслова, подозревая его в хищении 1 миллиарда рублей у акционеров Корпорации развития. Годом позже дело прекратили, потому что не смогли доказать вину Маслова. Вот такие друзья у нашего министра. Кстати, дети Дениса Мантурова, Евгения и Лионелла раньше владели компанией Хорс в Централ Маркет. Один из основных видов деятельности компании – производство шорно-седельных и иных изделий из кожи. Здесь же в Приморье зарегистрирован гольф-клуб «Геленджик Гольф Резорт». Гендиректор ликвидируемой Академии конного спорта и гольф-клуба – один и тот же человек – Александр Жучков. Денис Мантуров очень любит гольф. Вот даже вместе со своим сыном занял первое место в международном турнире по гольфу несколько лет назад. Вот Мантуров в компании с президентом Ассоциации Гольфа России Виктором Христенко. Гольф-поле есть и в московской резиденции Дениса Мантурова. В этой истории, кстати, как и в истории с Зеленым театром, засветился глава администрации президента России Антон Войно с тем лишь различием, что в подмосковной он участвовал лично, а не посредством отца. Давайте про Геленджик. Территория Геленджик Гольф-резорт вплотную примыкает к Геленджикскому аэропорту. На сайте компании говорится. Круглогодичный курорт расположен в Голубой бухте, в 7 километрах от центра известного черноморского курорта Геленджик. Удаленность от морских пляжей менее 1 километра, а ближайший аэропорт находится всего в 10 минутах езды на автомобиле. Близость аэропорта создает определенные трудности. Например, здесь нельзя запускать дрон без разрешения, но хозяева клуба сделали это за нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Краснодарском крае виноградники есть у Дмитрия Медведева, у Владимира Путина, у бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, у патриарха Кирилла. В общем, виноградников очень много. В Краснодарском крае даже есть винная коммуна, по примеру винных коммун Бордо и Тосканы. Называется она Долина Левкадия. Левкадия объединяет несколько хозяйств, и одно из них принадлежит компании Мантра. На портале Новое Русское Вино это хозяйство описывают так. Проект Мантра, хоть и является отдельным хозяйством, находится под профессиональным контролем команды Левкадии. В ее арсенале современные лаборатории производства. французские консультанты-энологи и строгий контроль качества на каждом этапе, от виноградников до погреба. Главный винодел Левкадии Роман Неборский, который известен в профессиональной среде как один из лучших российских виноделов. Французские консультанты у Мантры, а иностранный агент все равно ты. Да, как вы уже успели догадаться, Мантра это Мантуровы. Это благородное семейство решило не нарушать новых дворянских традиций и обзавелось своим брендом вина. Коммерсант еще в 2016 году писал о планах компании Мантра приобрести виноградники площадью 100 гектаров. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что затея удалась. Мантра действительно производит вино и продает его по 2000 рублей за бутылку. Половина фирмы Мантра принадлежит многократно упомянутым финансовым системам Мантуровых и Чемизовых. Генеральный директор компании снова Виктор Киселев. Самое время подвести итог. Действующий федеральный чиновник, министр промышленности Денис Мантуров и его семья владеют в Краснодарском крае имуществом на миллионы, а скорее даже миллиарды рублей. Именно они делают из жемчужины российских курортов Геленджика элитный поселок для своих. Пока местные жители и гости курорта страдают от нехватки воды из-за махинаций друзей Владимира Путина, семейство, причастного к отравлению Алексея Навального чиновника, кварталами скупает Геленджик. Им можно останавливаться в президентских люксах за полтора миллиона рублей во время командировок. Им можно владеть полем для гольфа, вплотную примыкающим к взлетно-посадочной полосе аэропорта. Им можно строить элитные коттеджные поселки в курортной зоне, пока местные жители рискуют лишиться земли и жилья из-за нового генплана города, который продвигают те же люди. Сейчас генеральный план Геленджика – одна из самых жутких проблем города, появившихся с подачи всевозможных Мантуровых, Чемизовых и Шамаловых. Задача каждого жителя Геленджика, если он не имеет отношения к этим бандитам – отстоять свой город. Нельзя допустить, чтобы новый генплан был принят в том виде, в каком его предлагает власть. Нас все еще ждет борьба с коррупционерами и убийцами, которые, оккупировав нашу большую родину, принялись за малую. Мы не должны отступать, если нам еще важно наше будущее.